Мобильный киберспорт в Фортнайте Мобильных игроков, к сожалению, тому не хотя, покинули нашу игру. А так как комьюнити Фортайт Мобайл состояла на 85% из игроков на iOS, соответственно, вместе с ними нас покинул и мобильный киберспорт в Фортнайте. Вспомните самых лучших игроков в Фортайт Мобайл. На чём они играли? Да, многие тот девайс в своё время покупали исключительно ради Фортнайта. Ну а сейчас они просто молча сосут. А вы вот не задавали себе вопросом, куда делись все эти киберспортсмены после удаления Фортнайт из App Store? Мне вот стало интересно. Так что, ребят, в этом видео я вам расскажу, куда же делись все мобильные киберспортсмены после удаления Фортнайт из App Store. Перед тем, как мы перейдём к сегодняшней теме, если вы впервые у меня и вы играете в Фортнайт Мобайл, то вы должны обязательно подписаться на этот канал. Это лучший и единственный действующий канал по Фортнайт Мобайл. Ребят, я вас обманывать не буду. Тут вы найдёте лучший контент по мобильному Фортнайту и не только. Ну а если вы уже подписались, то ни в коем случае не стоит забывать, что наилучшая поддержка меня – это мой тегавтор Бативкар в вашем жгенном магазине Фортнайт. Смело водите его и покупайте исключительно с ним. Также вы можете делать скрины ваших покупок с моим тегом и добавлять их в специальный альбом моей группы канала ВК. Ссылка в описании. Так вы сможете попасть в ролик, как и следующие ребята, в конце видео. Ну а теперь, после саморекламы, предлагаю приступить к сегодняшней теме. Думаю, разумнее всего начать с самого известного и нами любимого киберспортсмена по Фортнайт Мобайл под ником Ава. Его киберспортивная карьера в нашей игре началась в первом сезоне второй главы и закончилась удалением Фортнайта из App Store. А ведь играл он на iPad Pro 2018 года. Ну как и все игроки из данного видео. По своим заявлениям, Ава заработал за все время его игры 9000 долларов. Думаю, так бы и зарабатывал дальше, пока лавочку Apple не прикрыли. Помимо киберспортивной деятельности, он также выкладывал нарезки своей игры на свой YouTube канал. Ну и как можно понять по его инстаграму и YouTube каналу, Ава перешел играть на ПК. И как можно заметить по видео, играет он довольно-таки нормально. Почему я говорю нормально, а не хорошо? Да потому что в киберспорте на ПК, особенно в Фортнайте, сейчас высокая конкуренция и обладать подобным скиллом не является ничем сверхъестественным. Это и доказывает тот факт, что Ава пока что ничего, играя с ПК, не выиграл. Думаю, и вряд ли что-то выиграет, но все-таки пожелаем нашему отечественному киберспортсмену удачи. Далее идет менее популярный киберспортсмен, но в свое время очень сильный игрок в Фортнайт Мобайл под ником Сергио. Как я ранее говорил, этот голубчик тоже играл на iPad Pro 2018 года. Однако в свое время он окупил стоимость своего гаджета практически в 10 раз, а именно заработал 6750 долларов. Ну и соответственно после удаления в Фортнайт из App Store он перешел играть на ПК. Да-да, прям как Ава. Но в свою очередь играет он в отличие от Ава намного слабее. Да, техника неплохая, но однако куда подевался весь IQ. Хотя, даже не знаю, в общем судите сами его игру. К сожалению, данный игрок пока ничего не успел выиграть на ПК. Все же давайте его обнимем и пожелаем успехов в игре. Далее хочу вам рассказать про такого киберспортсмена Фортнайт Мобайл под ником BladeMicht32. No name, скажете вы. Но я вам отвечу, что на себя, за свою карьеру он заработал 2600 долларов, а на команду 4700 долларов. Ну и играл он довольно-таки круто. Почему же он играл, а не играет? Сейчас я расскажу. В общем, чел спился, не спился, не знаю, но он просто пропал со всех радаров. Последний пост в инстаграме был сделан 15 августа. Про ютуб можете вообще забыть, он там практически 2 года не появлялся. Там только динозавры смогут вспомнить локации с его видео. Ну, верите. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Поспрашивав его подписчиков, так скажу, анонимный источник мне сказал, что сейчас он плотно занялся своей учебой. Что ж, ну пожелаем тогда нашему игроку пятерок по окружающему миру и литературному чтению. А мы двигаемся дальше. Угадайте, про кого сейчас пойдет речь? Да-да, именно тот самый легендарный Тимофей НЛО. Тимофей? Матвей. Даже имена совпадают, уверен, судьба не врет. А вы тут меня еще в комментариях нубом называете. Ха-ха, ну посмотрим. В общем, как мы можем понять по группе ВКонтакте, НЛО сейчас серьезно занялся киберспортом. И да, это не фортнайт. Теперь он официально король игры Clash Royale. Глава гремлинов оценит. Народ, все, кто играет в Clash Royale, вступайте на клан гремлины. Там был я, я сейчас, то есть до сих пор там, там был НЛО. Хороший клан, классный, ну сейчас загнивает. Пока туда не вошел Тимофей. Не, ну вообще парня жаль, реально, он был лучших из лучших в Фортнайт Мобайл. Но из-за каких-то разборок гигантских компаний он всего лишился. Крепко целую Тимофея в лоб, а мы идем дальше. Сейчас я хочу вам рассказать про своего Краша. Не, ну реально, ник этого игрока Краш Фортнайт Мобайл. За свою карьеру, пока были турниры, он успел заработать 625 долларов. Хотя, посмотрев видео его игры, я уверен, каждый согласится с тем, что он достоин большего. Ну а когда закрыли Фортнайт Мобайл в App Store, он не отчаялся и продолжил играть в Фортнайт Мобайл в третьем сезоне на своем айпаде. Огромный ему респект за то, что он остался в нашем комьюнити, потому что в отличие от всех прежних игроков в этом видео, они то ушли на другую платформу, то вообще куда-то без вести пропали. А Саша, реальное имя Краша Фортнайт Мобайл, никуда не пропал. Но помимо того, что он остался в игре, он также продолжает выкладывать контент на свой Ютуб канал и в свой Инстаграм. Я даже оставлю ссылку на Ютуб канал Инстаграм Краша Фортнайт Мобайл в описании. Ребят, обязательно подпишитесь на него, потому что подобные хайлайты по Фортнайт Мобайл нынче большая редкость. Ну а вообще можно подписаться в качестве поддержки и уважения, потому что игрок до сих пор остался в нашем комьюнити. В общем повторюсь, ссылка на Инстаграм и Ютуб канал Краша Фортнайт Мобайл в описании, а мы начинаем подводить итоги видео. Да, судьба мобильных киберспортсменов довольно-таки печальная. В игре, где раньше растаскивали абсолютно всех, сейчас молча сосут. Как же так? Ладно, извиняюсь, это было сказано довольно-таки грубо, но всё же, давайте я вам объясню. Всё же игроки не виноваты, что они сами того не хотя покинули нашу игру из-за разбирательств больших корпораций. Всё же я считаю, что Эпикам стоит извиниться перед Эппл и вернуть Фортнайт в Эппстор. Думаю, 20% дохода с донатов, которое переводится на счёт Эппл, не стоит разделения нашего комьюнити. Ну а с вами был Матвей, аста луэго. Субтитры сделал DimaTorzok